Любовь к природе Любовь к природе Любовь к природе Мне удалось изобрести, придумать такое довольно простое, техническое, очень простое, примитивное устройство, которое мне позволяло на плоскости получать управляемые формы движения. Вот оно, это устройство, действительно простое, как все гениальное. Ячейки с лампочками, на которые вешались цилиндры с прорезями и которые можно было привести в движение с различной скоростью с помощью пульта управления, цвета органа. Вместе все это выглядело следующим образом. Осенняя песня Чайковского Была одной из первых светоживописных композиций. Их правдюк показывал сначала дома для своих, затем во дворце студентов. А с 1969 года давал концерты в зале светомузыки, открывшемся по его инициативе в парке Горького. Правда, после первого же концерта зал чуть не закрыли. Власти усмотрели в новом искусстве близость к идеологически вредному абстракционизму. И положение спасла только небольшая заметка в центральной прессе. 22 года единственный в стране и в мире зал музыкальной светоживописи существовал в городе на положении пасынка. А на людей, в нем работавших, смотрели как на чудаков. А они, правдюк и две его ученицы, давали по 4-5 концертов в выходные дни. А 1 мая, в день открытия сезона, 9. И сюда всегда стояла очередь. Чаще всего были восторженные отзывы, потому что шоу тогда еще было очень мало. А это было шоу абсолютно необычное. Нигде, то есть поезда же туристические со всего Союза приезжали. И наша милая администрация, хотя мы были полупризнанным залом, тем не менее всех гостей, все гости города шли через зал, потому что больше нигде такого нет. С одной стороны. А с другой стороны, я очень хорошо помню такую ситуацию. Приехали журналисты зарубежные. И вопрос, вопрос, вопрос. Потом, скажите, пожалуйста, ну вот это вот такое какое-то помещение, что другого нет? И Алексей говорит, строит, строит. То есть он при всем при том был достаточно патриотом. И ему было неловко сказать, что вот спасибо, что хоть этот сарай нам дали. Знакомые и друзья называли его маэстро. Он и был таким, очень требовательным, даже жестким и бескомпромиссным к своему искусству. А зал, внешне выглядевший балаганом, внутри становился храмом, благодаря правдюку. Он был непростой человек, и он был личностью. То есть он был данностью, он был цельностью, он был вот такой, как он был. Поэтому ждать от него какой-то гибкости, может быть, согласия с какими-то другими вариантами, компромиссности, просто даже и нельзя, наверное. Какой бы ни был сложный Юрий Алексеевич как человек, и какой бы ни был сложный для общения, его всегда окружали очень интересные люди. То есть это был какой-то такой вот центр, который притягивал к себе действительно очень интересных людей. Я вспоминаю зал как действительно вот такой вот центр общения, где было и хорошо, и интересно, и где я могла встретиться с многими людьми, которые меня интересовали помимо святожилописи. Зал закрыли в начале 80-х под предлогом ремонта. Протесты шли даже из Москвы, там новый вид искусства ценили больше. Аппаратура переехала во дворец пионеров, где была создана детская студия святожилописи. Юрий Правдюк изредка давал концерты. А в 1998 году ему пришло предложение передать свой аппарат, набор дискотрафаретов и видеозаписи для одного из американских музеев. Через год состоялись гастроли в Америке и презентация искусства святожилописи. Там, за океаном. В 2001 году статья о нем была помещена в справочнике «Кто есть кто». А еще через год Юрия Алексеевича не стало. При жизненного признании у себя на родине он не дождался. Правдюк – это величайший, великий, самый великий в 20 веке святохудожник. Но сравнивать его не с кем. Его вклад настолько очевиден, весом, прекрасен. И я его именно люблю и ценю за вот эту преданность хрупкой музе. То есть вот это поразительно. Ну почти 40 лет такому соотверженного труда. Иркевчане должны бы по-настоящему оценить такого великого соотечественника. Но все приходит потом. Вот это потом наступило. Ожившее полотно абстракциониста, рождающее у каждого свои зрительные образы, подталкивающее человеческое воображение. Искусство светоживописи, начавшееся с Юрия Алексеевича Правдюка, на нем не заканчивается. Эксперименты с цветом и звуком идут в Москве и Казани, Киеве и Херсоне. А в Харькове недавно прошел фестиваль «Желтый звук», посвященный Юрию Алексеевичу Правдюку, человеку, который на практике доказал, что звук может быть цветным.